МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Министр обороны Грузии посетил мемориальный комплекс Титернака Бертверевани. Потери Турции в Идлибе – 33 убитых, 32 раненых. Турецкие власти используют войны в Ливии и Сирии, чтобы скрыть неудачи в экономике. Новое здание Арцахского государственного историко-археологического музея будет сдано в эксплуатацию в конце 2020 года. Государственное телевидение Западной Армении «Склубок и Скорбио» сообщает о безвременной кончине видного армянского эксперта, памятников историко-председателя Ливанского филиала Фонда изучения архитектуры Армении и нашего близкого друга Самвела Карпетяна. Самвел Карпетян родился 30 июля 1961 года, корнями из села Бердак в провинции Арчеш Западной Армении. С 1975 года в течение трех десятков лет он изучал и составлял каталоги тысяч образцов армянской архитектуры на территории исторической Армении. Карпетян был известен своими критическими замечаниями по части отношений к армянским памятникам в соседних странах. Он считал, что власти Турции, Азербайджана и Грузии целенаправленно ведут политику уничтожения армянских памятников. Свои факты в 2007 году он представил Конгрессу США, а в 2008 году Европейскому суду по правам человека. Самвел Карпетян был одним из основателей Национального совета Западной Армении. Он был ярым защитником праведной борьбы армянского народа. Человек, который олицетворял любовь к родине и познание своей родины. Его жизнь и идеи соответствовали его образу жизни. Но, к сожалению, его колоссальная работа осталась незавершенной. Покойся с миром, преданный сын армянского народа и армянской культуры. Озеро Геоптнар, расположенное в провинции Кюрин, в Себастье, в Западной Армении и характеризующееся своим бирюзовым цветом, как настоящий аквариум, отличается тем, что не замерзает даже в очень холодную зиму. Озеро является единственным в своем роде в этом регионе. Глубина озера составляет 18 метров, и она так незаметна только из-за мутности воды. Здесь температура в прошлом году опустилась до минус 23 градусов, однако это никоим образом не повлияло на поверхность воды озера. Премьер-министр Армении Никол Пашинянов в сопровождении католикосов всех армян, Горегина II, а также членов правительства, посетил мемориал Цицернакоберт. Пашинян и Горегин II возложили венки к мемориалу и почтили память жертв армянских погромов в Сумгаите. Затем католикос провел мольбу за упокой невинных жертв. Напомним, что с 27 по 29 февраля 1988 года, через несколько дней после решения областного совета народных депутатов на Горно-Карабахской автономной области, годатайствовать о передаче НКО из состава Азербайджанского СССР в состав Армянского СССР, расположенном в 25 километрах от Баку, в городе Сумгаид, произошли массовые погромы армянского населения. В условиях бездействия местной власти и милиции остановить массовое убийство, изнасилование и издевательство по национальному признаку удалось лишь после переброски в город предразделений внутренних войск МВД СССР. Аналогичная картина сложилась и во время еще более массовых армянских погромов в Баку 13-19 января 1990 года. Согласно официальным данным, в Сумгаиде было убито 32 армянина, сотни получили тяжелые травмы, стали инвалидами. Делегация во главе с министром обороны Грузии Ираклием Гарибашвили 28 февраля посетила мемориальный комплекс Тицернакамберт в Ириване, чтобы почтить память жертв геноцида против армян. Его сопровождал заместитель министра обороны Армении Габриэл Балая. После они направились в музей-институт геноцида против армян. Отметим, что делегация во главе с министром обороны Грузии прибыла в Ириван 27 февраля с официальным визитом. Накануне в Минобороны Армении состоялась отдельная беседа между министром обороны Армении Давидом Тонояном Игорем Башвили, после которой последовала встреча делегаций в расширенном составе. Сегодня власти Турции признали, что число турецких солдат, убитых в ходе операций сирийской арабской армии против террористических организаций в Идлибе, возросло до 33. Информационное агентство НАДОЛУ сообщило со ссылкой на представителей турецкого режима, что в результате воздушного удара в Идлибе 33 военнослужащих были убиты, а 32 других получили тяжелые ранения. Ситуация в Идлибе остается крайне напряженной. Турецкое правительство использует свою военную деятельность в Сирии и Ливии, уклоняясь от критики в адрес своей экономической политики, пишет обозреватель Иксан Чарлан на сайте Everencell. Но эти оправдания являются пустыми и просто повторяют риторику, используемую многими правительствами, чтобы извлекать выгоду за счет общества, считает он. Президент Турции Раджептай Пардогана характеризовал Турцию как находящуюся в состоянии войны. Этот комментарий повторил Риза Пасаки, депутат правящей партии справедливости и развития, когда он столкнулся с критикой со стороны фермеров во заседании парламентской комиссии по сельскому хозяйству. Фермеры рассказали об отсутствии обещанных правительством субсидий. «В нашей стране война, я прошу вашей помощи. Пожалуйста, будьте терпеливы», – отметил депутат. По мнению Чарлана, это свидетельствует о том, что правительство возложило бремя войны на общественность, которая не имела права голоса при принятии решения о развертывании войск. В столице Арцаха, возле парка борцов за свободу, строится новое здание Арцахского государственного историко-географического музея, которое будет сдано в эксплуатации уже к концу 2020 года. Об этом в интервью корреспонденту «Арцах Пресс» заявил старший научный сотрудник музея Гуар Абрамян. Она отметила, что 2019 год был плодотворным для музея и был организован ряд мероприятий. По сравнению с количеством посетителей в 2018 году, в 2019 музей посетили намного больше людей – 26 663. В апреле 2020 года музей планирует организовать выставку, посвященную 105-й годовщине геноцида армян, а также 18 мая – Международный день. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Сурб Сурб Комитас. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!